Президент Беларуси встретился с главой Нацбанка. Ситуация на валютном рынке в стране остается стабильной. Благодаря денежно-кредитной политике последних лет удалось выйти на равновесный курс национальной валюты, которая удовлетворяет экспортеров и сдерживает инфляцию. Также предметом обсуждения стало создание специализированной организации по оказанию кассово-инкассаторских услуг. В части функции она станет объединяющей для Нацбанка и двух крупнейших финансовых учреждений – Беларусьбанка и Белагропромбанка. Таможенные органы Беларуси начнут осуществлять некоторые функции органов пограничной службы в пунктах пропуска Гутага и Бегосова с 1 января будущего года. Таков итог эксперимента, проведенного ранее в пункте пропуска Козловичи. Его целью было сокращение пребывания транспортных средств в пунктах пропуска. Эксперимент признан успешным. При увеличении грузопотока на 21% среднее время нахождения на границе уменьшилось на 37%. В Козловичах эксперимент переведен в основную работу. По тому же принципу будут действовать и пункты пропуска Гутага и Бегосова. Экологический проект по восстановлению торфянников будет реализован в Могилевской области. Речь об этом шла на первой в Минске встрече партнерской группы устойчивого развития. Лесопосадки на торфяниках и возвращение их в исходное состояние будут вестись в 2018-2019 годах. Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием была принята в 1994 году. Ее сторонником является в том числе Беларусь, а также Европейский Союз.